Всем привет! Меня зовут Ласёк Михаил Петрович. Я работаю преподавателем на кафедре радиофизики и электроники в Светлокарском государственном университете. В предыдущем теоретическом уроке была смоделирована схема программы Proteus, состоящая из микконтроллера PIC 1684A, светодиода, кнопки и питания и минусы питания. Также был ещё и светодиод второй, который не использовался. Также для микконтроллера PIC 1684A была написана программа, которая позволяла учитывать нажатие кнопки, которая подключена микконтроллеру PIC 1684A. И когда нажата кнопка, у нас включался светодиод, а точнее он у нас начинал мигать. Давайте посмотрим. Вот, видим, что он мигает. Но также в предыдущем уроке мы обнаружили, что у нас ножка RB1 выделяется серым цветом, когда у нас кнопка не нажата. Это происходит потому, что наша ножка RB1 не подключена ни к плюсу питания, ни к минусу питания. Если собрать схему на макетной плате такую же, какая у нас на схеме Proteus, то из-за того, что у нас ножка RB1 не подключена к плюсу и к минусу питания, вследствие некоторых причин у нас может самопроизвольно начать мигать светодиод. То есть, в первом бите порта AB будет записана единичка. Это связано с тем, что ножка RB1 ни к чему не подключена. И на ней может возникать плюс питания. Это может прийти по разным причинам. Например, можно ножку RB1, вот этот проводок, идущий к кнопке, можно представить как антенку, которая улавливает всякое электромагнитное излучение. И в результате на ножке RB1 возникает напряжение. Бывает даже так. Если вы коснетесь пальцем вот этот проводок, который идет к кнопке, то микроконтроллер может посчитать, что плюс питания подается, либо подается минус питание, по-разному. Поэтому может начать моргать светодиод. А кнопка при этом будет не нажата. То есть, контроллер будет работать не строго так, как мы хотим. А мы хотим, чтобы контроллер работал строго по нашим правилам. Поэтому нужно как-то эту проблему решать. Также хочу заметить, что у нас серым цветом выделены еще и другие ножки. RB0, RB3 и ножки порта А. Серым цветом выделены. Потому что изначально ножки порта А были настроены на управление извне, а ножку RB0 и RB3 мы настроили самостоятельно. Но так как в программе мы не используем ножки RB0 и RB3 и также ножки порта А, то можно о них и не думать. Наша задача разобраться с ножкой RB1, так как в программе она у нас присутствует. И мы с ней работаем. Чтобы у нас здесь появился не серый квадратик, нам нужно подключить ножку RB1 либо к плюсу питания, либо к минусу питания. Давайте попробуем подключить к плюсу питания. Посмотрим, к чему это приведет. Допускаем. Видим теперь, что питание может поступать на Amiga Controller Peak в обход кнопки. В результате чего в первом бите порта B всегда будет установлена единичка. Если мы кнопку нажимаем, то без разницы нажата кнопка, либо не нажата, единичка все равно будет установлена. Потому что питание поступает в любом случае безразлично, нажимаем или не нажимаем. Поэтому такой вариант нам не подходит. Останавливаем программу. Удаляем проводок. И подключаем ножку RB1 к минусу питания. Второй вариант проверяем. Запускаем. Вот. Видим, что теперь ножка RB1 горит синим цветом. То есть в первом бите порта B записан нолик. Потому что питание на ножку RB1 не подается. Теперь попробуем нажать на кнопку. Что произойдет? Видим, что протеус нам засветил некоторые квадратики желтым цветом. Почему он так сделал? Дело в том, что если мы нажимаем на кнопочку, то ток может распространяться от плюса к минусу по пути, где отсутствует всякое сопротивление. То есть если он распространяется от плюса к минусу, он идет вот сюда, сюда, сюда. Здесь появляется узел. То есть ток может пойти либо на ножку RB1 и выйти в итоге через пятую ножку микроконтроллера к минусу питания. Либо может пойти вниз на минус питания. Но так как здесь отсутствует всякое сопротивление, то естественно ток пойдет по пути наименьшего сопротивления. Так ведет себя ток. И получается, что на ножку RB1 ток не пойдет. И питания там не будет. Поэтому, как и в случае с подключением ножки RB1 к питанию, в порта B не будет меняться значение. Там будет записан нолик. Кроме того, когда мы нажимаем на кнопку И, у нас получается короткое замыкание. То есть путь тока ничем не ограничен. То есть спокойно может ток распространяться. Это приводит к тому, что ток увеличивается, а также падает напряжение на источнике питания. Например, батарейках. То есть получается, если напряжение на батарейках падает, то это скажется и на работе самого микроконтроллера. На пятую, вернее, на четырнадцатой ножке исчезнет плюс питание. Из-за того, что возникает короткое замыкание. Вот пример. Если мы короткое замыкание делаем, то ток весь идет сюда. Поэтому питание на микроконтроллер не будет поступать. Это приведет к тому, что микроконтроллер не будет работать. Поэтому короткое замыкание – это большая проблема. Когда у нас короткое замыкание, это похоже чем-то на то, что у нас просто нету батареек в схеме. Они как будто бы отсутствуют. Но на самом деле батарейки просто будут быстро садиться. То есть быстро терять свой заряд. Из-за того, что все-таки тут они соединяются. Плюс с минусом соединены. Но микроконтроллер о батарейках ничего не узнает. Теперь отпустим кнопку. Как-то нужно выходить из этой ситуации. Чтобы из этой ситуации выйти, добавляет резистор, который называется подтягивающий. Уберем этот проводок и добавим резистор. Вот так. Схему добавим резистор. Соединим. Вначале перевернем этот резистор на 90 градусов, чтобы было удобнее. Подведем ее наверх. И соединим один конец резистора с ножкой RB1. А другой конец резистора с минусом питания. В таком случае, так как у нас резистор 10 кОм. Когда мы запускаем программу. Видим, что ножка RB1 горит синим цветом. Потому что она подключена к минусу питания, но уже через резистор. И если возникают какие-то наводки. То есть наша ножка улавливает какое-то электромагнитное излучение. Либо оно возникает здесь вследствие каких-то других факторов. То это напряжение уходит через резистор на минус питание. В результате на ножке RB1 не успевает появиться плюс питание. А когда мы нажимаем на кнопочку. Ток идет вот сюда, 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 сюда. И у него появляется выбор. Пойти сюда, либо пойти сюда. Но он пойдет частично вниз. То есть на минус питание. А частично пойдет на ножку RB1. И этого тока может быть достаточно для того, чтобы пик-контроллер считал, что на него подается питание. И в первом бите порта B будет записана единичка. Чтобы тока было достаточно, используют сопротивление от 10 кОм. Притягивающее сопротивление используют примерно от 10 кОм. А максимальное значение, ну, где-то до 40 кОм, думаю, можно использовать. То есть от 10 до 40 кОм. Можно, конечно, чуть меньше попробовать. Около 9 с чем-то. Тоже, думаю, подойдет. Но когда есть такое сопротивление, у нас на ножке RB1 будет строго минус питание, когда кнопка отпущена. И будет плюс питание, когда кнопка включена. Если сопротивление будет меньше, допустим, 100 Ом, то опять-таки, получается, что много тока будет идти сюда, и незначительно тока будет идти на ножку RB1. В следствии чего у нас, получается, пик-контроллер может не посчитать, что подается сюда плюс питание. Поэтому лучше использовать 10 кОм. Запускаем. Видим. Снова все работает. Такой способ – это один из способов подключения кнопки к пик-контроллеру. То есть кнопка подключается к плюсу питания, а другой конец – к ножке RB1. В свою очередь, еще используется подтягивающий резистор от 10 кОм до 40 кОм, который подключается также к ножке RB1 и к одному из концов кнопки. А другой конец резистора подключается к минусу питания. Рассмотрим второй случай подключения питания к пик-контроллеру. Удалим. Это резистор. И рассмотрим следующий случай. Допустим, мы хотим сразу подавать питание на ножку RB1. Вот так. То есть изначально на ножке RB1 питание присутствует, но кнопка никуда не выведена другим концом. Поэтому, если мы будем нажимать на эту кнопку, ток в этом направлении идти не будет, потому что ножка вторая никуда не ведет ни к минусу питания, ни к чему другому. И ток будет идти сразу напрямую к ножку RB1. Следовательно, в первом бите порта B все время будет единичка. Надо как-то эту ситуацию менять. Для этого можно попробовать подключить ножку с кнопкой, ножку кнопки к минусу питания. Вот таким образом. К чему это приведет? Давайте проверим. Допустим, у нас получается ножки RB1 опять-таки плюс питание, а на одной ножке кнопки плюс питание, на другой минус питание. Если мы нажимаем на кнопку, то опять у нас горит желтый цвет, квадратики желтого цвета. Почему? Потому что у нас опять возникает короткое замыкание. У нас ток начинает распространяться отсюда, сюда, 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 сюда и сразу сюда. Вследствие чего, если посмотреть на эту картинку, если ток распространяется сразу от плюса к минусу, то у нас на микро-контроллере будет отсутствовать ток, соответственно, и не будет напряжения на ножках, и он выключится. Поэтому такой способ опять нас не устраивает. То есть напрямую вот так подключать неправильно. Для этого используют опять-таки подтягивающий резистор, чтобы исправить нашу ситуацию. Удаляем этот проводок и подключаем подтягивающий резистор. Вот так. И этот резистор подключает к плюсе питания. Таким образом, когда мы подключили резистор на 10 кОм, и запускаем программу, у нас подается питание на ножку RB1. Все время. Но когда мы нажимаем на кнопку, у нас получается на ножку RB1 питание уже не подается, питание все уходит на минус. Значение такого подтягивающего резистора также можно менять от 10 кОм до 40 кОм. И он позволяет микроконтроллеру PIC 1684A, да и любым другим микроконтроллерам PIC, определять, есть ли на ножке RB1 питание, либо оно отсутствует. Второй способ подключения питания к ножке RB1 с помощью подтягивающего резистора. То есть, значит, у нас используется плюс питание, которое подключается к ножке RB1 через резистор. Также резистор подключается к кнопке, а другой конец кнопки подключается к минусу питания. Вторая схема. Теперь давайте переделаем нашу программу так, чтобы когда у нас подается, вернее, когда у нас нажимается кнопка, начинал моргать светодиод. Сейчас он моргает у нас постоянно, потому что сразу подается единичка, то есть плюс питание. А когда мы нажимаем на кнопку, питание пропадает, но для нашего светодиода это уже не имеет никакого значения, потому что ему достаточно получения хотя бы одной единички, и у нас светодиод начинает моргать. Поэтому давайте попробуем переделать нашу программу. Откроем MPLAB, и рассмотрим в начале нашу программу. Значит, у нас тут начание заголовок, объявление трех регистров, статус 3SB, порт B, а также регистра в REC1, REC2, REC3, необходимые для задержки. Начало программы. Обнуляем значение порта B, чтобы изначально все светодиоды не горели, подключенные к порту B. Дальше, переходим в первый банк памяти, записываем некоторые значения в аккумулятор, и потом переносим его в регистр 3SB. Таким образом, ножка RB0, RB1 и RB3 будут настроены на управление контроллером извне, благодаря этим ножкам. Дальше переходим в нулевой банк памяти, и работаем конкретно с первой ножкой, ни с какой больше. Здесь сказано, если у нас на первой ножке подано питание, то есть, если в первом бите порта B записана единичка, а записана она может быть, когда подается питание, так как у нас используется регистр 3SB, и в нём, и в первом бите мы указали единичку, то единичка возникает из-за внешнего источника. Если питание присутствует на первой ножке порта B, то мы переходим на следующую строчку, и мы перемещаемся под наметку мигалка. Этот код отвечает за мигание светодиода. Если же питание не подано, то мы переходим на эту строчку, а дальше возвращаемся назад, и так до тех пор, пока не будет подано питание. Мы хотим изменить программу, чтобы у нас, когда питание подано, светодиод не горел, а когда питание убрали, светодиод загорелся. Можно поступить двумя путями. Можно взять и поменять местами строчки. Go to. Вот так. Закомпинируем и проверим, к чему это приведёт. Нажимаем Stop. Успешно скомпинировалось. Нажимаем Play. Вот видим теперь, что светодиод уже не мигает. Нажимаем на кнопку. Светодиод начинает мигать. То есть, всё, как у нас запланировано. Второй способ. Возвращаем здесь, как было. То есть, меняем местами строчки. И пишем вместо BTFSC, BTFSS. Таким образом, если в первом бите порта B будет записан нолик, то мы переходим на метку GoTo. Мигалка. Если в первом бите порта B будет записана единичка, то мы переходим на метку GoToBack и возвращаемся назад. Когда мы переходим на метку Мигалка, то мы вначале включаем светодиод, потом включаем задержку на секунду, потом выключаем светодиод, и держа светодиод выключена примерно секунду. Дальше возвращаемся на метку Мигалка. В этом участке кода отсутствует проверка нажатия кнопки. Поэтому наш светодиод моргать будет постоянно. Давайте закомплинируем проект и проверим, второй способ поможет нам выполнить наши задачи, либо нет. Запускаем, нажимаем, видим, что все работает. В итоге, в текущем уроке мы рассмотрели две схемы подключения кнопки. Отличаются они тем, что в первом случае у нас на ножке RB1 было изначально минус питание, а при нажатии на кнопку появлялось питание ножки RB1. В втором случае питание изначально подается на ножку RB1, а при нажатии на кнопку питание уходит с ножки RB1 сразу на минус. В обоих случаях используются подтягивающие резисторы для того, чтобы микроконтроллер PIC1684A лучше понимал, когда кнопка нажата, когда кнопка не нажата. То есть, когда подается питание к ножке RB1, либо не подается питание к ножке RB1. Подтягивающие резисторы могут быть номинала от 10 кОм до 40 кОм. Можно вблизи 10 кОм использовать подтягивающие сопротивления. На этом я урок заканчиваю. Если понравилось данное видео, то ставьте лайк. Если есть вопросы, то пишите их в комментариях. Если хотите следить за выпуском новых видео, то подписывайтесь на канал. Удачи! Спасибо!